Сегодня в первый день соревнований на лёд вышли фигуристки первого и второго спортивных разрядов. Некоторые принимают участие в таком турнире впервые, как, например, 10-летняя Алина Навак. Чтобы показать хороший результат в коротком танце на сочинском льду, Алине пришлось побороть эмоции. В итоге третье место среди перворазрядников. Пора бороться в свои страхи, все выехать, чисто откатать, что все у тебя получилось, и всегда улыбаться. Я очень боялась, долго готовилась. Тут очень много соперников, и они очень хорошо занимаются. Танец Екатерины Ананьева из Таницы Выселки впечатлил судей и членов жюри. Девочка завоевала первое место среди фигуристок второго спортивного разряда. Первый кубок главы города спортсменке вручила президент Федерации фигурного катания на коньках города Сочи Елена Пахомова. Было очень тяжело, все спортсменки очень сильные. Кубок очень тяжелый. Кубок главы города в рамках Кубка России проводится впервые. Идея совместить турниры родилась с целью показать возможности кубанских фигуристок, которые теперь, благодаря появлению на курорте современных тренировочных баз, могут оттачивать свое мастерство. Да, это почетно, хорошо кубок мэра города, но насколько им приятнее, когда они уже встречаются и с другими детками, и с других федераций. Это, мне кажется, как раз и есть то продвижение молодых талантов. Второй кубок главы Сочи сегодня достался Елизавете Щевелевой. Всего в рамках турнира будет разыграно пять таких трофеев. Впереди еще четыре соревновательных дня. Завтра будут показаны произвольный танец, короткие программы и состоится церемония открытия соревнований. А в среду, четверг и в пятницу за награды поборются фигуристы постарше. Поддержать спортсменов могут сочинцы и гости курорта. Вход в тренировочный центр Дворца зимнего спорта «Айсберг» бесплатный.